Я позвонила фирму, отборнула договор, прохожу, значит, мимо газели, которую я заказала, грузчики там разгружают, и тут падает диван, представляете, падает диван прямо, ну не совсем на меня, он рядом падает, конечно, со мной ничего такого не произошло, но я очень испугалась, я очень испугалась о диван, потому что испортился, развалился, я в шоке, я зла, я смотрю на этих грузчиков, я вообще не знаю, что делать, начинаю звонить менеджеру, менеджеру именно, который отвечает за доставку дивана, я ему звоню, говорю, что такое, почему, что случилось, а вы, кстати, знаете, какие грузчики вообще бывают, вы представляете, кто-нибудь вообще переезд, да, все работают, выпиши, да, оставшие парни, так вот, представляете, я звоню менеджеру, чтобы пожаловаться на этих грузчиков, что они испортили мне мебель, а менеджер не отвечает, у нас в договоре не прописано, мы не отвечаем за погрузку-разгрузку, менеджер к нам, ой, грузчики к нам не относятся, так я говорю, как это не относятся, ну, у нас в договоре не прописано, я смотрю, ну, иду уже домой, смотрю, значит, договор, действительно, там ничего по качеству доставки не прописано, то есть только то, что они привезут именно ко мне, я ругаюсь, менеджер, как бы, игнорирует меня, и вы вот здесь так, дорогие, обязательно проверяйте условия договора, чтобы не попасть в такую ситуацию, потому что я лично сама прошла через это. Итак, зрители мои и слушатели, скажите, была ли эта история интересна в таком интерфайле, нежели, как я рассказала в начале, коротко. Ну, там, вы будете, может, есть, да. Тоже говоря, хорошо. Так вот, эта история вас, скорее всего, зацепила тем, что тут был и драматизм такой, и плохое настроение, и состояние, и далее расскажут другие люди уже с другой точки зрения. Хорошо. Всем добрый день. Знать, я уронил диван. Какие все-таки обидные слова. Я не уронил диван. Диван упал сам. Это была роковая случайность. Как это сейчас научилась? Диван начал несколько падать. Мы со своим напахнутым, как Мишей, накинулись на диван. И как копшены, цепили с диван руками. Ну, все нас... Ну, мы так старались. Но несмотря на наши титанические усилия, диван все равно грохнулся. И мы заносим то, что сегодня пять минут был диваном, там, куски с оболянами, так и вся. Значит, у меня даже с тех пор бенит глазами, как падает этот гробанный диван. Ну, знаете, я полный... Это был стресс. Я давно такого стресса не получал. Да, диван... Знаете, мы посреди дали даже больше с этим диваном. Во-первых, кроме психонагитического стресса, который я вам рассказал, нам еще не заплатили за этот диван. Нам надо, наоборот, дать вычисленные деньги, стоимость этого чертого дивана. А мы не так, как... А вы говорите, я тут разбил диван. Какие, ну... Мобильно. Мобильно. Представляете, смотрю в окно, в коцель. Какой-то непонятный грузчик. Мне сразу показалось странно. И проходит девушка. И в сантиметрах от нее упал диван. В сантиметрах! У меня аж сердце схватило. Я сразу звоню соседке, рассказываю, что тут чуть-чуть не убили человека. Соседка в шоке. Звонит своей соседке. Рассказываю, что на нашей улице чуть не убили человека. Я даже видела, что кто-то хотел скорого сказать. Вы представляете? Это все картина. А грузчик? А губийца? У него на лице было написано, что... Ну, смешно. Ему весело, что этот диван упал. У меня такое чувство, что он это сделал специально. Спасибо. Это очень жизненная история. Четвертый. Разно? Ребята, я вам скажу честно, я не поматываюсь. Я сидел, занимался чуть неделю. Мастерскую киноразбору. Мне было совершенно не до дивана. Поэтому... Мастерскую киноразбору я вам могу много рассказать. А вот про диван, знаете, ничего. И вчера в девять ко мне в дверь постучали. Мне принесли пакет. Я открыл. Ничего не ожидали. Это было письмо. Письмо у вас маленький свертан. Я расписался за доставку. Оказывается, это долбанный диван. Я увидел его. Его фотографии, этого дивана. Мне прислали. А потом прочитал письмо и все вспомнил. У меня столово перед глазами. Моим потомкам, а ты в деда Конова, завещание. Тем, кто найдет спрятанное сокровище. Я напоминаю, что я участвовал в битве при Агрии. И закопав в этом диване, спрятав в нем клад, я завещаю всем тем, кто найдет его, отыскать моих потомков и раздать семь восьмых им одну восьмую забрать себе как участника этого мероприятия. И письмо, которое я получил, оно было от адвоката. Он сообщал, что оказывается удивительная история. Я менеджер, доставляющий антиквариат какой-то барышни. Был тем самым потомкам, который, не зная, не гадая, доставил этот антиквариат, намучился с ним. Увидел его во всей красоте, когда мне предоставили картинки о погашении. Ущерба. И в память, в память о том, что я это получил, я узнал, что оказывается, есть история с дедушкой Конаном. адвоката зовут Игорь. И он тоже, тоже участник этой истории. Потому что у Игоря по матери фамилия Дори. А по отцу фамилия Верник. Это красивый мужчина, выступающий на телеканале, который подрабатывает адвокатской действенностью в рамках благотворительной гуманитарной миссии и находит вот таких потеряшек, которым должно было достаться наследство. И в память о том, что, ну не в память, как бы доказательство того, что вся эта история реально не является шуткой от Игоря Верника со всеми этими конвертами, с письмами, он прислал одно из украшений, которое лежало в этой сокровищнице. За остальными надо подъехать адрес, по которому состоится передача Москва, Шабовка, 38, павильон В, в среда 14 часов. Билет прилагается. Спасибо. Спасибо.